Радиокнига памяти Радиокнига памяти Радиокнига памяти Радиокнига памяти Да, совершенно верно Я считаю так, что жизнь продолжается В любом случае Транспорт, любой транспорт Личный, общественный транспорт Он все равно работает Никуда не денешься Наша не нужно заправлять Основных, да, составных частей Ну что касается личного автотранспорта То неуклонно растет число автомобилей Арсена năm Автомобилизация, да да вот но вот буквально в пятницу у меня было приглашение сюда я позвал на полтора часа созвонились так что принесли встречу пригнали 7 новых тягачей man вот эта перспектива это еще не готовы бензовоза да то есть нет цистерна отдельно устанавливается до тягачи вот из двух городов это с ростова и с пензы пригнали еще 7 полуприцепов сейчас идет процесс оформления значит документально внешне и все те требования которые необходимо соблюдать для перевозки опасных грузов документации очень много но плюс техника соответствует современным требованиям там должен быть тахограф который следит за режимом труда и отдыха водителя устройство слежения чтобы знать где в конкретный момент и на какой точке на трассе находится бензовоз это все тоже да конечно присутствует а сколько если не секрет стоит сейчас бензовоз новый 88 тысяч евро 88 тысяч евро только один тягач ничего себе ну соответственно нетрудно умножить на действующий курс европейской валюты и узнать стоимость мы когда-то интересные сыграть большую партию это была программа которая потом все-таки сорвалась на тот момент искали вот такие тягачи не могли найти потому что система магнит германия заказала тысячу штук вот как развивается собственно вот столько в одно русло до удара шли эти машины и больше никому не досталось ну конечно вам доставалось потому что у нас есть то есть сборка происходит и в германии в чехии в польше и под санкт-петербургом то есть четыре завода крупная узловая сборка в принципе ничем не хуже только собери отверткой эту машину а позвольте поинтересоваться только лишь сам сама компания оплачивает эти все покупки дорогостоящие либо у нас какие-то государственные программы существуют но все-таки на топлива и топлива топливная безопасность это надо сказать часть национальной безопасности не шла государство как-то субсидирует эти вещи нет так для интереса мы сами только сами на свои средства кредитуемся когда-то кредитуемся естественно кредит закрываем оборот по компании не маленький но хватает соответственно подбираем людей которые эксплуатируют эту технику водители очень трудно найти добросовестных с опытом некоторые конечно приходят из других компаний с других предприятий к нам на здесь нужно пройти обучение перевозки опасных грузов надо то есть не просто так как раньше когда у нас первые газики попались то есть были попались то что нашли их до купили зил газик ну тогда просто категория c грузовой автомобиль и допуска допуск как опасные груз и больше ничего за баранку и можно а сейчас в автомобиле этой тахограф система платон система глонасс видео наблюдение то есть по последним требованиям компании заказчики которые с которыми заключаем договор они уже просят чтобы было две камеры в кабине то есть вперед смотрел что творится на дороге на водителе чем он занимается сейчас уже идет система такая что если водитель начинает дремать то эта система срабатывает ему уже начинает и руль трясти и стивилизировать каким-то образом сигнал водителю о том что он должен взбодриться и да конечно автомобиль нормально потому что пробеги все-таки немало и по тысяч километров бывают в одну сторону а сколько за год один бензовоз наматывает наматывает от 200 до 300 тысяч неплохо но я понимаю что запас ресурса автомобиля в таком случае должен быть ой 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 конечно вот у нас сейчас три мана которые мы самые первые приобретали уже больше миллиона километров о зачастую мы читаем новости о том что где-то там за границей отыскали автомобиль который прошел там миллион километров и все тут и лавры и почести а он он пожалуйста в компании и движения есть динозавозы которые были есть больше миллиона уже намотали за мой первый камаз которые собирали вручную там буквально вот не было машин до была проблема с приобретением собрали на нас отходил он два с половиной миллиона естественно как бы текущие ремонты и где-то через полтора километра мы изменили двигатель полностью первой комплектности и он даже продолжал работать не капитал или а сразу меняли да по самим с вами это не рентабельно чтобы собрать его то что все равно заводская гарантия заводская гарантия когда новый покупаешь сам соберешь любом случае какие-то нюансы есть они не выдержат таких пробегов понятно да большие конечно объемы хочу еще вернуться к водителям но я так понимаю что действительно есть проблема с кадрами и вот сесть за руль бензовоза еще проблема заключается трудно трудно играть до достойных кандидатов кроме того он не один ездит на этой машине то есть экипаж экипаж то есть и там два три человека то есть один приезжает проводит обслуживание передает другому то есть это как самолет друг другу должны доверять то есть психологическая совместимость между собой это тут здесь надо подбирать еще немало в этом какие-то тесты специальная проводится в компании когда вы набираете ежедневная работа это все в процессе рам нужно знать его психологическое состояние семейные дети жена работа отдых то есть все зарплата какая уж если интересоваться дальше у водителя в сравнении со среднестатистической по кировской области она сейчас у нас как известно 31 тысяча рублей где-то в районе это бывает больше больше география поезды конечно большая у нас кроме бензовозов еще и фуры с которой мы ездили буквально зимой самый дальний было до якутска от чебоксара то есть по под на груз там загрузились ушли в якутск ребята не просто дальнобойщики это отдельная категория это жизнь это жизнь людей которые без нее просто не видят смысла что касается кстати географии поездок доставок топлива вы до начала нашей беседы в эфире сказали что тут тоже новости есть расширение до ширине я сейчас заключили договор уже пробный там пока на три месяца в москве и подмосковье с таким крупным монстром как газпром нефть 10 машин мы туда пригнали с людьми вахтовым методом по две недели работает минимум экипажа и продолжаем дальше нареканий пока не было ну во первых нам нужно и заработать авторитет это пробный вариант закрепиться что закрепиться а там даже посмотрим есть еще тендер выиграли вот сейчас он приобрет этих 7 машин которые пойдут на нижний новгород под эту же программу газпром нефти тоже с газпром сотрудничество а что касается перспектив планов на ближайшее время на год-два но я понимаю что сейчас не очень легко об этом говорить потому что ситуация действительно оставляет желать лучшего но все-таки вот может быть какая-то даже личная ваша такая душевная заинтересованность в том чтобы реализовать те или иные моменты но во-первых сам холдинг движение эти продукты он все-таки на слуху и не хочется подводить всю эту систему естественно хочется расширяться и все-таки закрепиться в авторитете что все-таки эта система которая работает без сбоя надежно качественно если окунуться в недалекое в недавнее прошлое мы с вами уже говорили об этом в предыдущих в предыдущей передаче возможно так если сейчас охватывает взглядом не все 40 лет истории компании движение нефтепродукт ну вот основной основной как вот поступательное развитие за последние десятилетия какие моменты вы могли бы отметить что вам лично запомнилось и вы чувствуете гордость что именно вы в этом поучаствовали лично последние десятилетия после 2010 года но тут и но но тут и новая техника новая техника понятно увеличение все-таки количество наших азс и присутствие наших азс других регионах взять тот же самое у нас предприятие с движения коми естественно тоже там и наш автомобиль есть ну давайте напомним что движение сейчас представлено не только в кировской области но в республике коми как раз из публика коми далее затем наши заправки присутствуют в вологодской области нижегородской области три штуки вот и кировской области это как раз вот выход составился за последние десять лет до дадут эти соседние регионы так вот и пока пока все пока все стараемся на москву нижний ногорд в обычном рабочем плане дальше про конечно в рабочем плане вообще решение географии то она как происходит то есть вы отслеживаете да где проводятся какие конкурсы тендеры да конечно социальные сотрудники есть и вот подаются заявки до выкладываться в интернете в открытом доступе и наши сотрудники соответствующие ищут предлагаем свои услуги пытаемся участвовать в тендерах естественно конечно не все так гладко проходит бывает в последний момент просто говорят что вы сняты с торгов с участие бывает такое но но это говорит как-то о подозрительности предложение буквально четыре года назад мы с единым калачем киселевым собирались уже ехать на открытый тендер москву потому что там уже стали проводить и уже билеты взяли на самолет или буквально за день до этого звонят вы сняты с конкурса ну это понятно без 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 объяснения причин без объяснения причин это в условиях проведения торгов это есть такой но с другой стороны можно понять потому что конкуренты здесь лукойл и наша все-таки компания большее количество заправок я бы тоже не пустил у нас есть тревожная группа то есть автомобили легковые и спец и кран который необходим бывает что поднимали ездил непосредственно и ветская поляна когда просто столкнули пензовоз в кувет он завис хорошо у меня там друзей много столкнули в смысле но на разъезде на повороте или столкновение лук а то есть пришлось уходить водителям в сторону обочину обочина подломилась и он завис но друзья помогли вытащили все нормально без последствий есть такая летучая группа которая конечно и которые выезжают случае каких-то выезжают или ищем на месте группы это то есть и мчс бывает такое привлекаем естественно сотрудники полиции гбдд приезжают найти места ну решается все ну потому что все равно транспортное средство и водитель тоже бензовоза не застрахован от того чтобы не угодить в какую-то историю до зачастую но зато наверное от водителей можно узнать все абсолютно о состоянии дорог они знают где где какие участки где можно проехать лучше где нельзя проехать у них у них это все на слуху на безусловно а в целом безопасность сейчас на высоком уровне перевозок очень высоком сейчас же все автомобили вы наверно уже в курсе что они снабжается кнопка сос да да эроглонас она присутствует во всех и на маркетах или еще что-то требования нашего рынка это должно быть в стандартах вот это только пошло а сейчас вот буквально последняя разработка еще вот эти последние которые мы шли пришли я еще не влез в суть не вникли еще во всем да ну вот эта система глонас она полностью все отслеживает но я предполагаю что это не только по этим автомобилям а вот эта система она будет будущем я могу предсказать но я точно знаю просто она еще не запущена в полную мощность да а это будут все автомобили отслеживаться гаишника можно и не стоять на трассах они будут через них видеть камеры будут не нужно новый автомобиль с какой скоростью ездит и тогда по линии страховщиков нас тоже внедряются специальные телеметрические приборы где можно все узнать и манеры вождения и так далее там подобное кроме того что то есть безопасность на высоком уровне да я брал на тест-драйв в моторе скане мне предложили и с руководством в отличных отношениях они предложили съезде покатайся может твоим водителям понравится и посадил конечно самого опытного он съездил в санкт-петербург пригнал оттуда притащил полуприцеп и когда сняли параметры с бортового компьютера ребята сами конечно были в восторге того что самый низкий расход топлива на скане 17 литров 17 литров уложиться все-таки это машина большая конечно водитель приехал солярки если что да конечно не бензина 17 литров вот он говорит сергей иначе давай возьмем этом эту машину она такая комфортабельная это просто песня целовал так взяли в итоге нет не очень дорого гораздо дороже чем ман но в любом случае каждая каждый рубль он нужно заработать вот так быстро истекает время нашей беседы я напоминаю что гость студии сергей маликов директор по эксплуатации автотранспорта холдинговой компании движения нефтепродукт можете поздравить своих коллег с наступающей датой круглой 40-летием компании да мне хочется поздравить само руководство которое начало положило созданию этой компании сергей николаевича первопроходцев его студенческих друзей которые до сих пор работают помогает ему ну естественно всех работников и особенно транспортников этой водитель легковых автомобилей и бензовозов счастливого пути не гвозда не жезла как говорят автомобилисты успехов счастья здоровья домашние уюты чтобы возвращались с удовольствием чтобы уезжали с удовольствием до в рейсы чтобы приезжали с не меньшим удовольствием так свои чтоб работа 7 доставляла огромное удовольствие на этом все спасибо до свидания до свидания радио книга памяти до свидания